В штабах докажет слово на провозгласяванной Натази Гудина. Я молился об этом. Молился за то. Какое сказать провозглашение на нашу церковь поместную? И иском докажет провозгласяванную на нашу церковь. Мы уехали в Родопе с Наташей. Заминах мы в Родопе, это с Натальей. Сперва мы посетили церковь Новозагора. Начало-то посетих мы церковь в Новозагора. И 2 января я проповедовал в церкви в Новозагора. И было очень сильное присутствие. И Бог не дал слова провозглашения. Знаете, я хочу сегодня открыть только одно место. Я эту тему слегка коснулся в конце прошлого года. Но в этом году эта тема раскрылась. И это написано в притче Соломона. Твоя пища в притчете. 17 глава. 17 глава. Только один 12 стих. Самый 12 стих. И здесь написано так. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Мы читаем два перевода. И один перевода. И один перевод дополняет всегда другой перевод. И вот в начале этого года мне приходят такие поздравления. И начало-то на тази година медва такива поздравявания. Видя клипы разные. Виждам различные клиповые. С пожеланием на 2022 год. И эти клипы, они начинаются с того. И тези клипов започват от того. Что на экран выходит большой тигр. Я понимаю, что меня поздравляют по восточному календарю. Я уже давно не слежу за восточным календарем. Когда-то следил, когда был неверующим. В моей жизни были такие тоже. Я занимался восточными единоборствами. И тоже входил в разные стили такие. Стиль богомола, да? Вроде бы верующая насекомая молится. Но такие вещи может вытворять. Что голову съесть у своего мужа, да? Перед тем, как родить свое последующее поколение. Мы все через это проходили. Но я думаю, что верующих это вообще не было. Никак не должно касаться. Мы считаем, что это не все касает верующих. А мне присылают христиане. И на меня меня спрашивают христиане. Христиане присылают клипы с тиграми. И мне спрашивают различные клипове с тиграми. Пастыр, поздравляем вас с годом тигра. Поздравляем вас с годом тигра. И мне это звучит очень странно. И това мне звучит много странно. Ну, какие животные здесь? Какие животные? Я провозглашаю этот год годом Господа. Аз провозгласявам тази година, годината на Господ. Но вы знаете, у Бога тоже есть животные. Но у Бога с этим животные. И мы читаем за них в книге Откровение. Читаем за них в книгата на Откровение. Вот только что прочитали одно место, про Медведицу. И сега прочитахме одно место за Медведицу. Я сегодня хочу немножко на эту тему поговорить. Днеска искам да поговоря от малко относно тази тема. Вот знаете, Слово Божие говорит, очень страшно встретить Медведицу. Словото на Бога казва, че е много страшно да срещнеш Медведицу. Лишеною своих детей. Която се лишила от децата си. Как вы думаете, это страшно? Как мислите, страшно ли е това? Что может вообще сделать с вами разъярненная Медведица? И как вы можете направить вас в буйную Медведицу? Когда она подумала, что вы взяли ее детей? Как вы это? Я хочу сказать, страшно даже представить. Страшно даже представить. Но это просто жуть. Потому что Медведица это страшное животное. В ярости она может просто вас разорвать. А в ярости тебя может просто довезкаться. А здесь Соломон пишет. Лучше встретить вот такую Медведицу. Которая лишила своих детей. Която и загубила децата си. Чем глупца с его глупостью. Отколко да срещнеш глупец с неговата глупость. От лучше вот такую Медведицу встретить. Чем глупца, который следует за своей глупостью. Отколко глупа, който следует за своя глупостью. И я, знаете, я вспомнил свои годы. И сетих се за свои години. Когато дойдох при Бог. Я родился свыше. Когато се родих свыше. Библия открылась для меня. И Библията се открыла по нов начин. И я начал тщательно ее изучать и следовать. И започнах много да я исследвам и изучавам. И вы знаете, я бы мог сравнить это с тем, что я тогда ощущал себя. И мога да сравнить това, че тогава усешнах себе си. Я ощущал себя как маленький медвежонок. Като малку мяченце. Который вот так, ну, бродит. Който така си ходит. Находит себе какие-то корения. Намирает си некаквы... Храна. Некаква храна. Приобретает какие-то первые навыки. Учи се на някакви нови навицы. Охоты. Да ловува. И добычи пищи. Да си добива храна. И това мяченце усеща няколко до себе си. Всегда. Винаги. Вот я всегда ощущал. Аз винаги усещал. Я всегда ощущал, что Бог рядом. И винаги усещах, че Бог е до мен. Это было невероятно время. Това е било невероятно время. Время первой любви. Времято на първа любов. Были такие периоды, когда Наталья свидетель. Мы вместе это проходили. Когда я только... Или Наталья только подумали. Вот только что-то захотел. Прошло несколько секунд, минут. А Бог уже это все исполнил. Очень мощное присутствие. Много мощное присутствие. И очень мощная защита. И мощная защита. Кто-то нас невероятно защищал. Някой невероятно ни я защитал. Я всегда ощущал рядом разъярено медведица. И усещах винаги до себе си разъряна мечка. А ощущал себя как зеницу ока. А усещах себе си като зеницата на окото. Как мы относимся, когда к нам кто-то в глаз хочет залезть? Как се относимся к тези, които искат да не влязат в окото? Да не пипнут окото? Обычно мы очень хорошо защищаем свои глаза. И много добре защитаваме очите си. Даже если соринка туда попадет. Дори ако някакого прошествия попадает в окото. Мы сразу начинаем промывать свои глаза. Винаги започваме да си промиваме очите. И вот, вы знаете, вот это переживание. И това волнение. Мы за кого-то помолились. Молихме се за някого. Я говорю, я помню как я ходил по городу тогда. И всещам се как вървях по града. Я заглядывал людям в глаза. И гледах в очите на хората. И говорил им, если бы вы только знали. Ако само знаехте. Как любит вас Иисус Христос. Как ви обича Иисус Христос. Я мог заговорить с любым человеком. И можах да заговоря всяк каков человек. И вы знаете, люди принимали слово. И хората саприемали това слово. Что-то происходило сверхъестественное. Но это были 90-е годы. Това бяха 90-е годы. Тысяча людей уверовала тогда. Хиляди хора саповервали това. Мы молились за больных. Молихме се за болните. И они исцелялись. И те се исцелявали. Мы молились за одержимых. Молихме се от... За наркоманов. За обладание, за наркомани. За алкоголиков. За алкоголицы. Один алкогольно зависимый. Просто пьяный в дребаган. Той бил пьян. Зашел в наше собрание. Той влезел в наше собрание. И давай тыкать в нас пальцем и хохотать над нами. И започнился присмиво на нас. Унизительные слова всякие. И казвашенье, как вы неприятнее думе. Чего вы тут дурю маетесь? Какой правит тук? Вот вы верующий, сектант. Без ты верующий, сектант. Ну что вы вообще можете? И пастор встал и сказал, а давайте мы за вас помолимся. И пастор встанет и сказал, некогда се помолим за вас. Проходите вот сюда на сцену. И он говорит, ну помолитесь. И то я казал, добре, помолейте се. И он позвал еще служителей. И мы его окружили и начали молиться за него. И вы знаете, это было страшно. И това беше страшно. Просто человек упал. Человекът паднал. И сошло очень сильное присутствие. И дойде много силно присутствие. Просто Божия слава. Божията слава. Человекът там потрясло немножко на полу. И човек малко се потрясе. И вот он был только что пьян. Той преди малко беше пьян. А встал с пола, он абсолютно трезвый. Обаче, когато стана, вече беше трезвый. С ошеломленными глазами. С големи очи. Изненадени очи. И с улыбка на лице. И с усмивка на лицето си. И удивленно спросил у нас. Той ни пита. Что это было вообще? Какво е било това? Что вы со мной сделали? Какво сте направили с мен? Я чувствую себя таким. Усещам себе си. Счастливым человеком. Толкова счастлив човек. Я не помню, что он еще говорил, но он был ошеломлен. Не помню какво той казал още, но той беше изненаден, беше впечатлен. Вы знаете, чуть попознен. И он стал очень активным членом нашей церкви. И получил полное освобождение от алкохолна зависимость. Мы молились за чудеса. Молихме се за чудеса. И чудеса происходили. И чудесата ставали. Были случаи воскрешения из мертвых. И мол, случаи, куда-то хора-то с воскресав. То есть происходили все, абсолютно все библейские чудеса. И всички библейские чудеса ставали при нас. Но потом прошло какое-то время. Но минало некое время. Наша первая любовь начала угасать. И наша первая любовь започла малко да изгасла. И через какое-то время она у кого-то полностью угасла. И при някогу напълно изгаснула тази любовь. У кого-то частично. При някогу саму частично. Но мы все ощутили. Мы все это пережили. Но всички усетихме това. Приживяхме това, че тази первая любовь, която имахме. Ее уже нет. Или ее так трудно достигать каждый раз. С такими колоссальными усилиями. С много усилия. Я молился Богу. Говорю, Господи, что происходит? Господи, какво се случва? И, знаете, пришел очень простой ответ. И дойде много простой отговор. Прошло время маленьких медвежат. Минало время на малките меченца. И дойде времето на разъярените мечики. Прошло время, когда нам самим надо научиться рожать. Дойде времето, когда они сами трябва да се научим да раждаме. Через благовествование Христово. Через благовестие на Христос. Взращивать детей Божьих. Да помогаме да израствовать нови деца на Бога. И научиться их буквально вырвать из-за того мира. И да се научим да ги откосваме от този свят. Как разъярена медведица идет. Когато разъярената мечка върви. Ищи своих медвежат. Тя утива и търси своите меченца. Находит их. Тя ги на мира. И возвращает их в свое ум. И ги връща в дома. Пришло время разъярена медведица. И дойде времето на разъярената мечка. И вы знаете, я хочу провозгласить этот год. Искам да провозгласи тази година. Год разъярена медведица. Годината на разъярената мечка. Не год тигра. Няма да и годината на тигра. Медведица разрывает этого тигра просто в очи. И мечка тя раскъсва този тигр. Вы знаете, есть еще одно такое место. Где написано Трезвитесь, братья. Бодрствуйте. Потому что дьявол Как написано? Он как рыкающий лев ходит, ищет кого бы поглотить. Так написано, правда? Написано так. В первом послании Тимофея. Первое послание Петра. В пятой главе. С пятого стиха. Давайте попрочитаем. Мы на проекторе можем смотреть перевод на болгарский язык. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным, мудреным, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на небо, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь, слава Богу. И вы знаете, вот в Саванне, да, в Африке есть одно такое животное, которое подражает льву. Но он не является львом. Что это за животное такое? Это гиена, да, кто-то правильно сказал. Гиена, она подражает льву. Тя подражала на лев. У гиена даже есть небольшой загривок. Тя дурима малку грива. Оно может подойти и так зарычать. Тя может доиздаваться лучше подобной на дереве. Да, может малку дереве. Но она не лев. Но тя не лев. Написано, что и дьявол. Пишет, что и дьявол. Он не лев. Той не лев. Он как. Той кату. То есть, как бы. Или все одно кату лев. Он подражает. Он просто пытается сымитировать. То есть, он пытается имитировать лев. Аминь или не аминь. Нам не надо его бояться. И не требует, что и страхуем от него. Потому что за нами стоит кто? За что-то за нас. Истинный настоящий лев. Стоит истинский лев. Мне написано как? Не напиши кату. Иисус Христос лев. Иисус Христос лев. Иисус Христос е лев. Лев из колена Иудина. Той е лев от коленото на Иудеи. Скажи, я больше не медвежонок. Вече не съм меченце. Я медведь разъяренный. Аз съм разъяренный мечка. Я иду в этот мир. И отивам в този свят. И забираю все то, что у меня было когда-то украдено. И взимам всичко, кое-то было украдено, то от мен. Вот знаете, вот Писание довольно четко пробует здесь хорошую мысль. И Писанието правило много хубаво мислил тук. Медведица лишенная детей своих. Ты знаешь, что ты что-то мог произвести в этом мире. Нечто си могло да направиш в този свят. Это может быть твой бизнес. Может быть твой бизнес. Ты долгое время выстраивал его. Долгое время си строил този бизнес. Много силы си изгубил. Много времени. Наконец ты что-то буквально выносил. И нечто, как да носишь дете. Нечто си родил. Выпистывал буквально. То есть это твой ребенок. Това и твоето дете. Потом ты это родил. И просто рождаешь това. Потом ты это взращивал. После го израстваш. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, это не то, что... Вот сейчас я приду к Богу и скажу Господь, вот дай мне вот это вот в этом году. Пусть миллион хотя бы долларов придет ко мне. Но этого не произойдет. Не происходит каких-то вот таких вот моментов, когда мы вот так вот щелкнем, да, и скажем дай, и Бог дает. Очень важно нам осознать. Много важно да осознаем. Мы можем что-то вернуть себе. Можем да вернем нечто назад. Но во что мы когда-то вложили свои усилия. Послушайте меня. То, что я когда-то родил. То, что когда-то я взрастил. То, что когда-то Бог благословил. И прошел период. И по каким-то причинам. И по никакой причине Мы люди, мы несовершенны Не смей хоро и не смей совершенны Где-то что-то пропустил, не по бодрствованию И дьявол у тебя это украл Он всегда это делает Это его Пререгатива, да, как Горбачев любил говорить Пререгатива такая Ну просто вот Его некая такая природа Он пришел для чего? Чтобы украсть Убить И погубить Окончательная цель Это привести душу человека в погибель В вечную погибель А поначалу он просто ворует Он что-то украл у тебя Ты разочаровался Впал в депрессию, апатию И если ты на этом зациклишься И если твое сердце было слишком к этому прилеплено И ако твое сердце было сильно залепено к этому Дьявол поведет тебя дальше К потери спасения И к вечной погибели Но если ты хорошо держишься за Иисуса Христа Аминь или не аминь То не важно, что ты потерял То тогава не важно, какво си загубил В определено время, когда ты Упываешь только на Господа Как Слово Боже говорит Като Слово на Бога казва Если пути человека Ако путищата на человек Угодны Господу Са угодни на Бог То Бог Тогава Бог Примеряет этого человека Примеряет този человек И с врагами его И с враговете си То есть все те ситуации Которые казалось бы Просто Был полный развал Они вдруг восстанавливаются Все минусы превращаются в плюсы И Бог силен нам вернуть То, что было потеряно И если мы сами к этому Прилагаем усилия Очень важно разозлиться Разлиться на себя На свою плоть Която винаги Се противен на дух Разозлиться на дьявола Противостать дьяволу Смениться под крепкую руку Божию И дьявол что делает И он убегает Вы знаете Ярость это всегда Обратная сторона любви И ярость Твоя обратная сторона На любовь В книге Откровения Иисус Христос Нам показывает Очень добрый пример Примерно он говорит так Я вас очень сильно люблю Говорит про какие-то недостатки Говорит про какие-то достоинства Все что казалось За некое достоинство Но добавляет Но ненавижу Дела Николаитов У Иисус Христос Иисус Христос Има не само любов У Него есть так же и ненависть То есть что има и у мраза Вы знаете Сколько людей Было украдено из церкви Сколько людей Ходят в заблуждение Сколько много хора Се заблуждават Сколько ереси Проникла в церкви И люди просто уходят И хората просто Си заминават в церкви И става страшно Сколько людей Уходят в погибель Но я хочу сказать Мы что-то обязаны Просто сделать Мы призваны Пойти в этот мир И вернуть себе И вернуть церкви Божьи Все то что было украдено Разъяренная медведица Лишенная своих детей Загубила децата си Вернем ли мы своих детей Что вернем ли децата си Есть ли у вас такая вера Что мы можем вернуть себе Все то что мы когда-то родили Какое-то дело Какой-то бизнес Каких-то людей Через благоествование Христово Давайте мы сегодня За это помолимся Некогда се помолим За това днес Это очень важная тема Това много важна тема Господь помоги нам Господи помогни Не остаться равнодушными Да не устанем равнодушни Тем людям Которые сейчас Вне церкви Кам тези хора Които сега не са в церкви Они успокаивают себя Что можно не ходить в церкви Че може да не ходят на церкви Можно и дома верить Че може да верят в кашти Но постепенно Их вера угасает Техната вера Започва да изгасва Те са като огнени поления Которые были выброшены Из общего костра И там где-то лежат в холоде И те сега лежат негоди В ходе И постепенно угасают И започват да изгасват Постепенно Помоги нам вернуть все это Помогни ни да върнем всичко това Если что-то было украдено У кого-то бизнес У кого-то какое-то предприятие У кого-то какая-то фирма Кто-то испытал тяжелый кризис Прямо сейчас Мы просто провозгласями Что дьявол ты будешь Обязан Нам все это вернуть Да не вернешь всичко това Потому что это не твое За что-то това не е твое Ты вор Ты секрадец Но тот, кто в нас Он больше того, кто в этом мире То е погулям у този, кто в този свят И мы идем к тебе Мы идем в этот мир Утилем его в този свят И забираем И взимаме Все то Что принадлежит нам Което не принадлежи Когда-то принадлежало Но было украдено тобой Верни дьявол То, что тебе не принадлежит Мы повелеваем тебе Именем нашего Господа Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Аминь Слава нашему Богу Проречи Думаю, что Оксана Она сейчас хорошо нам продемонстрирует Разъеренную медведицу Умеешь речать? Нет Просто это шло И все Все, и дьявол бежит Как прекрасно Слава нашему Богу Сегодня я хочу представить Сегодня у нас еще будет слово Потом будет у нас Причастие Господне